Делать, думать и говорить одно и то же, потому что это кратчайший путь к достижению цели. И это девиз нашей программы. Вы смотрите Лобби Холл на Ветте 24. Меня зовут Станислав Уланов. Недавно прочитал мнение одного видного экономиста, который растиражировали, наверное, во всех сетевых изданиях. Успевайте купить подарки к Новому году в ноябре. Так вы избежите и лишнего ажиотажа, и ассортимент в торговых сетях будет выше. И, собственно, сэкономить тоже сможете. Так что, в общем, готовимся к празднику заранее. Между тем, депутаты городской думы тоже готовятся к Новому году, но речь сейчас я веду не про праздники, а более того, не только к будущему Новому году, но и на всю ближайшую трехлетку строят планы народные избранники, обсуждают городской бюджет. И об этом в том числе мы будем говорить с гостем студии сегодня в программе Лобби Холл депутат Пермской городской думы Марк Коробов. Марк, здравствуйте. Приветствую. Итак, собственно, бюджет городской. Было уже нулевое чтение, когда депутатом глава города Эдуард Соснин, что называется, на первых парах бюджет представил. Было первое чтение. Вот, собственно, о нем давайте и поговорим. Как вам главный финансовый документ городской, собственно? 21 ноября во вторник прошло первое чтение бюджета. Ну, несмотря на то, что оно называется первое чтение, конечно, этому предшествовала достаточно серьезная работа. Вы правильно заметили, что была нулевка. До этого у нас проходили круглые столы по рассмотрению муниципальных программ, и все 20 муниципальных программ были рассмотрены. То есть это такая большая работа, которая шла на протяжении нескольких месяцев. Сейчас бюджет принят в первом чтении, приняты общие параметры. Доходы на следующий год планируются в размере 50,8 миллиарда рублей. Расходы на 50,3 миллиарда рублей. И как раз эти полмиллиарда рублей планируются на погашение муниципального долга. Бюджет остается социально ориентирован. Это значит, что более половины бюджета будет потрачено именно на социальные нужды. Порядка 13 миллиардов рублей будет потрачено на именно капитальный ремонт и строительство. Это так называемый бюджет развития. Безусловно, есть еще различные идеи и предложения. Мы с коллегами их еще будем обсуждать. У нас есть еще примерно месяц до 19 декабря. И именно 19 декабря уже состоится второе чтение бюджета, когда он будет утвержден уже на ближайшую трехлетку. Не скрою, у меня тоже были опасения, что после трехсотлетия может случиться так, что суммы, которые мы видим в итоговом финансовом документе городском, взяли и обвалились. Такого у нас не происходит сейчас. Такого сейчас не происходит. На 2025-2026 год на капитальные ремонты планируется закладывать чуть поменьше, по 10 миллиардов рублей. Потому что, безусловно, нужно нацеливаться и на то, чтобы не только строить, но и все-таки содержать то, что построено. Понятно, что это всегда дополнительные расходы. Но чтобы какой-то резкий обвал, кратно, такого не предвидится. Не так давно с одним из ваших коллег в этой же студии общался, спрашивал, о чем избиратели спрашивают, собственно, депутата своего, какие темы людей волнуют. Одна из первых тем, о которой сказал мой собеседник, это тема дорог была. И вот, собственно, на минувшем заседании Городской Думы час депутата был посвящен именно дорожной теме. Что у нас с... ну, давайте приведением в порядок, так сформулирую вопрос наших городских дорог. Вообще, дорожная деятельность, она оценивается в 7 миллиардов рублей по двум различным программам. И нужно понимать, что она разделяется на определенные подпункты. Это текущие ремонты содержания, это капитальный ремонт и реконструкция, и это строительство новых дорог. Например, по текущему ремонту было отремонтировано порядка 685 тысяч квадратных метров дорожного полотна и еще порядка 35 тысяч квадратных метров тротуаров. Если брать капитальный ремонт, ну, наверное, все эти улицы на слуху. Это очередная часть компроса, это Петропавловская, это Сибирская, это улица Самаркандская. Это, например, площадь трехстолетий, которая находится на Перми 1-й. И различные там другие объекты совокупно примерно на 350 тысяч квадратных метров было отремонтировано 22 таких крупных участка. Ну, если говорить про строительство, то это, например, улица Сапфирная, которая находится в микрорайоне Ива. Плюс, конечно же, помимо этого, дорожная отрасль, она включает не только дорожное полотно, да, и не только тротуары. Это и дорожные знаки, это и разметка, и светофоры, и освещение, и различные другие элементы. Здесь тоже, естественно, постоянная работа как по содержанию, так и по замене она проводится. Например, было поставлено 22 километра нового освещения. Конечно, в этом разрезе городу еще есть куда стремиться, и нужно постоянно на улицах ставить новые-новые освидетельные приборы, новые линии для того, чтобы все-таки у нас становилось и безопаснее, и комфортнее. Но вот эта работа, она постоянно ведется. Также на Думе обратил внимание на пешеходные переходы. Ну, на минуточку у нас на данный момент, в 2023 году, уже 15 человек погибло, пешеходов именно. Пострадали 62 ребенка, в целом же пострадало практически 270 человек. И, конечно, постоянно нужно работать над тем, чтобы повышать безопасность на дорогах. Обратил внимание администрации на необходимость устанавливать именно проекционные пешеходные переходы, потому что, ну, все-таки мы в таком городе живем, когда у нас, во-первых, зимой постоянно темно, и света белого достаточно мало, плюс у нас постоянные снегопады, как, например, вот сейчас снег идет, разметку сразу заметает, ее в принципе не видно. Весной и в осенний период у нас там слякоть и грязь тоже заметает всю эту разметку, ее тоже в принципе не видно. А проекционный пешеходный переход, он позволяет пустить эту разметку проекционным способом с помощью специального оборудования осветительного, и сам пешеходный переход становится ярче, его видно. И другие города, где такие вещи появляются, они отмечают, что действительно аварийность на этих участках и на пешеходах на этих участках он снизился. Поэтому, конечно, в этом направлении также необходимо работать. Ну, я как автомобилист отмечу, совсем неподалеку от редакции, на улице Дружбы такой пешеходный переход есть, на пересечении с улицы Технической, если я не ошибаюсь. Да, действительно удобно, видно издалека в любое время суток, при любом, собственно, освещении. Вы упомянули снегопады, и, собственно, представитель администрации на том же части депутата, как написали коллеги в печатных СМИ, заверил депутатов городской думы о том, что администрация готова к вызовам природы, что называется. Ну, не знаю, насколько показательны вот текущие дни, когда действительно аномальное какое-то количество снега в городе выпало. Ну, как депутаты планируют вообще в течение зимнего периода контролировать работу подрядчиков по уборке? У нас существует депутатская комиссия по дорожной как раз деятельности. Эта депутатская комиссия зимой выезжает, смотрит элементы содержания, как подрядчиками содержится. Ну, подрядчиков поругать, наверное, никогда не грех, да, но здесь действительно нужно понимать, что в последние дни выпало аномальное, вы правильно заметили, количество снега, и поэтому здесь нужно тоже понимать, что, ну, мгновенно это все убрать невозможно. И если такие истории, такие коллапсы случаются, здесь надо понимать, что все-таки, ну, против природы ты не пойдешь. Накануне много было уборочной техники в городе, тут надо отметить, что действительно работа велась. А что касается качества ремонта дорог, тротуаров, имеют ли возможность депутаты обратить внимание администрации в том числе? Ну, вот вы упоминали улицу Сибирскую, которая была отремонтирована. Буквально недавно на пересечении Сибирской и Пермской по долгу службы находился новенькая красивая плитка на улице Пермской. Куда-то провалилась, еще не было снега, но на этом месте была уже такая лужа. Есть ли возможность у депутата, что называется, указать на допущенные нарушения? Ну, собственно, это и есть часть работы депутата для того, чтобы собирать обращения и, соответственно, отрабатывать их с администрацией. Поэтому здесь депутатский корпус всегда открыт, без проблем. Можно любые обращения делать и, конечно, уже будем отрабатывать. Вот, собственно, считайте, что я к вам по этому поводу обратился. Я запишу сейчас обязательно после программы. Отлично. Марк, такой еще вопрос. В последние годы очень много мы говорим, в том числе при верстке городского финансового документа, главного о необходимости расселения ветхого и аварийного жилья. Для Перми эта тема, в том числе в сравнении, может быть, со многими другими территориями нашей страны, очень актуальна. И результаты, которые были в последние годы достигнуты, они, в общем-то, по крайней мере, по цифрам, по бумагам, очень неплохие. Вот, собственно, опять же, отталкиваясь от цифр и бумаг, которые у нас есть по поводу бюджета городского, что будет дальше? Тема аварийного жилья, она очень капиталоемкая. И действительно такая проблема существует. У нас в городе на данный момент порядка 550 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Все прекрасно понимают, сколько стоит квадратный метр. И несложно посчитать, что даже городского бюджета на целый год не хватит, чтобы одномоментно расселить всех этих людей. При этом необходимо мало того, что расселить эти здания, ведь необходимо снести и прочие затраты, они тоже происходят. Плюс не нужно забывать, что все-таки аварийное жилье, оно постоянно прирастает, поэтому сейчас это держится примерно на одном уровне, то есть сколько его там прирастает, столько же примерно и, соответственно, расселяется. Поэтому, помимо того, чтобы предоставлять людям жилье, пошли еще немножко по другому пути и стали строить муниципальные здания. Сейчас в декабре уже на Чайковского будет сдаваться муниципальное здание, и люди уже начнут туда заезжать. Два здания на улице Маяковского будут сдаваться в 2024 году, и сейчас разработана проектно-сметная документация на еще одно здание на улице Невинской. Пока в планах, что оно будет сдаваться в 2025 году. То есть это совокупно порядка тысячи квартир, и туда переедет примерно 2500 человек. Что касается расселения, повторюсь, что это очень капиталоемкая история, поэтому, конечно, здесь нужно постоянное взаимодействие всех уровней бюджета, и необходимо прорабатывать, чтобы все-таки масса этих средств становилась больше, потому что иначе с этой проблемой кардинально не справиться. Ну, а сейчас вышестоящие бюджеты насколько большую помощь оказывают? Сейчас это взаимодействие происходит, сейчас и федеральный бюджет в том числе дает очень серьезное финансирование, и, конечно же, необходимо, чтобы оно продолжалось или даже увеличивалось. Я депутатом городской думы, в частности, не являюсь, но, тем не менее, обращения страждущих граждан ко мне в том числе поступают, и в личном общении, чтобы какие-то проблемные вопросы осветить. И могу сказать, по моим личным наблюдениям, часто, в том числе соседи, обращаются ко мне с просьбой осветить проблему контейнерных площадок, площадок для мусора. И, насколько я знаю, здесь тоже определенные подвижки с точки зрения бюджета у нас есть. Да, в прошлом году начали ставить новые контейнерные площадки, но все, наверное, представляют себе контейнер-лодку, которая никак не огорожена, там могут рыться собаки, все это везде разносится, выглядит она абсолютно неприглядно, вокруг везде валяется мусор, эти контейнерные площадки стали заменять, ставить более облагороженные, соответственно, с определенным заграждением и прочее. В прошлом году такая работа началась, сейчас она будет продолжена. 90 новых площадок у нас появится, часть появится в этом году, часть будет делаться уже, соответственно, в следующем году. И здесь речь идет не только о многоквартирных домах, безусловно, о многоквартирных домах они будут заменяться путем субсидий через управляющую организацию. Также будут ставиться площадки в индивидуальной жилой застройке, причем как обновляться старые, так и в проработке новые площадки, потому что зачастую люди жалуются, что необходимо там километр, полтора идти до ближайшей контейнерной площадки, либо там 2-3 остановки ехать на общественном транспорте, конечно же, это непорядок. То есть здесь эта работа, она ведется. Безусловно, у нас огромная потребность в этом плане, и ее точно не закрыть ни за год, ни за два. Здесь самое главное планомерно каждый год эту работу продолжать. Но и все-таки остается у нас проблема с несанкционированными свалками. На этот год план вывести 13 тысяч тонн. Из несанкционированных свалок на это заложено 20 миллионов рублей. Но при этом мы понимаем, что этого точно недостаточно, и зачастую свалки после обращения жителей лежат месяцами, и даже по полгода эти места, они известны. И здесь, конечно, нужно вот эту работу ускорять, для того, чтобы все-таки свалки такое длительное время не лежали. На мой взгляд, здесь необходим определенный регламент, в рамках которого уже город будет вывозить, и в нем будут четко прописаны сроки, в течение которого необходимо эту свалку устранить. Единственное, что здесь жители должны понимать, что если несанкционированная свалка вывозится, то не нужно на ее месте создавать новую, и снова туда нести мусор, потому что таким образом мы точно проблему не решим. Вообще, меня, конечно, впечатляет отношение жителей в том месте, где у меня находится дача, как раз этим летом установили новые контейнерные площадки, но по каким-то причинам их еще не оборудовали контейнерами, и вывоз мусора оттуда не осуществлялся. Все лето я наблюдал, как на этих контейнерных площадках прибывают кучи мусора, несмотря на то, что все, собственно, здесь же и живут, здесь же и отдыхают. Ну, почему-то такое отношение у людей. Ну, здесь нужно подходить комплексно, и если появляется новый объект, то, соответственно, необходимо, чтобы он все-таки был уже в нормальном функционировании, а если вывозится какая-то несанкционированная свалка, конечно, нужно сразу заниматься благоустройством, потому что если пустырь вывезти, абсолютно очевидно, что всегда будут люди, которые снова туда понесут мусор, а если это место облагородить, то уже, как по практике понятно, уже такого не происходит. Ну, вот вы по уму предлагаете, а мне еще хочется по рукам обычно дать. Ну, ладно, это оставим, я думаю, для беседы уже за рамками нашей программы. Марк, сейчас зима, и немаловажный вопрос исправности и качества подачи тепла в квартиры, в дома пермяков. Не так давно на нашем канале был сюжет о том, что депутаты Пермской городской думы посетили с рабочим визитом ТЭЦ-6, один из крупнейших объектов энергетических на территории города. Ну, собственно, по картинке мне, честно, вот как редактору, все понравилось. Какие у вас сложились ощущения от пребывания там? Да, действительно, выезжали с коллегами, мы заезжали в диспетчерский пункт, куда со всего города стекается вся информация, и после этого заехали на ТЭЦ-6, который обеспечивает тепловой энергией Сверловский, Мотовилихинский и Еленский район. Это действительно такой довольно крупный объект. На самом деле, впечатления от этих объектов довольно положительные. Там современная техника, там компетентный персонал. Но не стоит забывать, что есть отдельный вопрос, это именно сами сети и состояние этих сетей. И нужно понимать, что они чуть ли не быстрее ветшают, нежели их удается заменить, потому что, опять же, все упирается в достаточно серьезное финансирование. Здесь мы этот вопрос обсудили с руководством Пермского филиала по Аутоплюс и договорились, что будет налажено взаимодействие с депутатским корпусом. И когда будут выстраиваться очередные планы по замене тех или иных участков, депутаты будут принимать в этом участие, потому что часто поступают какие-то обращения, какая-то у нас может быть информация, которой нет у ПАУТ-Плюс. И, соответственно, мы будем уже совместно отрабатывать и какие-то участки дополнительные включать. Вот договорились, что такое взаимодействие будет происходить. Марк, я сожалею, что время нашей программы не безгранично, и нам приходится завершать нашу беседу. Тем не менее, благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию понятным, человеческим языком. Рассказали о том, какие изменения в городе происходят, как строится городской бюджет, вообще на что жителям обращать внимание. Соответственно, по итогам нашей беседы могу сделать, на мой взгляд, единственный правильный вывод. Следующие беседы буду ждать я, будут ждать наши зрители. Будем рады видеть вас в нашей студии. Спасибо.